Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 6 июня, день Симеона, Назван честь преподобного отца Симеона Дивногорца. Его матери было видение, Что она зачнет сына и назовет его Симеоном. Он будет вкушать молоко лишь из правой груди твоей, Левой же совершенно не прикоснется. Он будет сыном деснице, Не будет вкушать ни мяса, ни вина, Никакой другой снеги, Приготовленной с искусством рукой человеческой. Пищу для него будет лишь хлеб, мед, соль и вода. Ей надо с большим вниманием воспитывать его как сосуд святой. В народе считалось, что с этого дня начинается настоящее лето. А в церкви почитали память Симеона Столпника, чудотворца. Он в течение 45 лет жил на столбе, Расположенном на дивной горе около Антиохии. За свою жизнь совершил много весьма удивительных чудес. Начинал цвести шиповник. Его наши предки считали символом красоты и молодости, А также олицетворением настоящей любви. К нему ходили, чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Для того, чтобы дети побыстрее избавлялись от разного рода страхов, Поступали следующим образом. Как только расцветал шиповник, Старушки усаживались под ним вместе с внуками и рассказывали им сказки. Ценили шиповник из-за его целебные свойства. С его помощью лечили раны и простуду, Чистили кровь. С помощью отвара корней шиповника дробили почечные камушки. Старались пить вкусный и полезный чай из его плодов. Молодые девушки умывались водой, Которая была настойна на шиповнике, Чтобы сохранить здоровье и привлекательность. Приметы. Если идет дождь сегодня, будет много грибов. Если сегодня цвет шиповника пахнет сильнее, чем обычно, Надо ждать дождя. Владимир Волга пишет на тренингах осторожно не навреди. Петрович, при своем уважении к вам не могу не спросить, Когда в возрасте 65+, таки нагрузки не рисковы, А вы, йогурские саны, практикуете весь на перекладине для восстановления позвоночника. Вы знаете, я все это делал. И весь на перекладине, и йогурские саны. И это как-то, конечно, влияло на позвоночник. Но это не вело к его коренной перестройке и восстановлению. То есть, есть методы, которые, как бы сказать, вот, знаете, Сиюмоментно действуют, и вроде ты чувствуешь облегчение, и все. А на завтра то же самое. Спина клинит, и так далее. Ты опять висишь, йогурские саны там делаешь, А потом опять, 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 опять. Было это все. И вот то, чем я занимаюсь, Это ведет к перестройке вообще моей сущности. В энергетическом плане. И далее уже начинается перестройка, естественно, в плане сухожилий, В плане мышц, в плане внутренних органов. Не все так легко, как и ясно и понятно, Как говорил, самодумал, что идет там омоложение и так далее. Да, кое-что идет. Но не все так. Лично я, можно так сказать, как самородок, Иду вот этим вот путем. Никто мне особо не подсказывает. Я все это сам делаю, наблюдаю, рассуждаю. И не все так гладко, еще разок скажу. Но, тем не менее, дело-то идет. И очень интересно идет. Спасибо.